Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня так получилось, что совпало необходимо три, как говорится, важных момента отобразить в фильме. Первый, очень важный, это то, что мой друг Владимир Мельниченко, который изготавливает вот такие тиски, на которых я работаю, уже немножко здесь все модернизировал, в частности, губки уже более современные, с инструментальной стали. И, что самое главное, о чем я хочу рассказать, и заодно мы рассмотрим вопрос вязания на трубках. Как вы видите, у меня здесь стоят, как мы между собой с ним договорились, это прямые губки. Он для того, чтобы, допустим, нам с вами вязать на трубках что-либо, Владимир для меня изготовил вот такое приспособление, которое снимается это и одевается, ставится сюда игла, и можно спокойно вязать всевозможные мушки на трубках. Что здесь он модернизировал? Делается очень просто, ключик, шестигранник, два с половиной, берем, отпускаем, вытаскиваем эти губки. Подготовил он вот такую алюминиевую штучку. Здесь два отверстия. Значит, эти два отверстия, в зависимости от того, какую мы будем использовать с вами иглу, или же пруток, как вам будет удобно. Я всегда беру цыганскую иглу и ею пользуюсь. Значит, вставляем точно так же, без всяких проблем, как нам нужно. Вот. И дальше закрепим. Все абсолютно быстро, удобно, без всяких проблем. Ну, игла у меня гнутая, поэтому здесь немножко, как вы видите, не совпадает. Теперь я что подготовил. Обыкновенная вот такая, друзья, ампулка, которая, как вы видите, что нам нужно. Мы должны... Вот я изготавливал для друзей вот такой набор микроджигов. Они все выполнены на джиг-головках 2 грамма весом. На шикарных крючках просто великолепно. Это хорошо работает по... В данный момент по окуню. Ну, я так думаю, и щука отреагирует, невзирая на то, что здесь такая мелочь. Мы вот такую приманку... Меня Олег Ремес просил изготовить, показать фильм, как можно быстро, простую на трубке для окуня или для щуки. Вот сейчас, чтобы было хорошо забрасывать, как нахлыстом, так и спиннингом. Давайте приступим. Сейчас мы поставим в удобное положение. Немножко приблизим. Так, я думаю, будет достаточно. Мне необходимо... Я обычно беру всегда где-то порядка вот 3 сантиметров, чтобы не было неровностей. И я стараюсь очень хорошими бокорезами или ножницами это все отрезать, так как пластмасса загибается, и получается, вот как вы видите, я специально вот так сделал, чтобы вы увидели. Ну, это все на игле выравнивается, поэтому здесь больших проблем нет. Откусил необходимое для меня количество. И теперь одеваем на нашу иглу. Вот ровно столько, сколько мне нужно. Как вы видите, достаточно хорошо, удобно. Можно иглу сделать короче. Я уже, честно говоря, не сильно подготавливал все для снятия фильма, поэтому вот как оно вышло, так мы с вами и будем это изготавливать. Нам нужна очень тоненькая нитка. Желательно, чтобы она была белого цвета. Для чего? Мы будем с вами изготавливать здесь еще своеобразное тело. Обязательно. Потому что сам по себе ампулка скользкая, и весь материал может потом прокручиваться. Если хотите, можете слегка наждачком пройти. Ну, я обычно хватает мне вполне этого клея, для того, чтобы удерживать качественно материал. Совсем немножко. Вот, снизу, сверху. Потом мы еще все равно будем крепить материалы, и также будем потом все это устанавливать. Оставляем обязательно. Вот смотрите, я оставляю буквально около сантиметра, для того, чтобы мы могли одеть трубку. Закрепим тиски, чтобы не крутились. И продолжаем. Обязательно около сантиметра оставляем, и что нам здесь нужно. Мы должны с вами пройти, хотите, можете, вот виток к витку, можно и с небольшим вот таким шагом. Ну, это уже как вы захотите сами. Мне, например, вот для крепления материала будет вполне достаточно такой вот спиралькой пройти. Я не дохожу до края, потому что здесь мы еще будем с вами крепить очень много материалов, и нитка лишняя здесь как раз не нужна для того, чтобы нам делать мощную голову. Вернулись обратно. Убираем. Теперь нам необходимо с вами изготовить хвостик. Значит, для вот таких стримеров я обычно всегда использую или кролика, или же, допустим, как вот у меня имеется, вот песец такого морковного цвета. Я беру щепотку меха. Щепотка меха, чтобы вы соизмеряли, вот я ее перекрутил специально, мех, чтобы вы видели, ровно как ампулка по толщине. Отрезаем до основания. Теперь нам с вами вот такой кисточки вполне будет достаточно. Подшерсток нам не нужен. Я или руками, вот так, но не выбрасываю, потому что это даббинг для вязания, еще мушек пригодится. Беру обыкновенную вот зубную щетку и начинаю аккуратно вот так. Чем дальше вы перенесете пальцы свои, вот так сделаете пучок, тем больше вы подшерстка вычешете, потому что длина, допустим, уже меняется нашего меха и, соответственно, подшерстка у нас насобирается больше. Вот все. Вот так мне вполне достаточно, как вы видите. Хорошие, вычислили. Собираем опять это все в пучочек. Смотрим, как у нас убираем те, которые торчат. Вот такая вышла кисточка. Значит, она должна быть соизмерима с тем крючком, который мы с вами будем ставить. Сюда можно поставить как одинарник, как тройник, ну, практически любой крючок. В данный момент, конечно, у меня здесь на столе нет, но можно даже поставить и вот такой будет потом крючок. Естественно, покороче с цевьем. Вот приблизительно вот так можно изготовить эту нашу конструкцию. Что мы дальше делаем? Чтобы не было неровности, обязательно вот эти неровные кончики я беру, обрезаю. Подравниваем. Теперь, как нам рассредоточить, вот чтобы было красиво и аккуратно эту кисточку. Я обычно делаю это следующим образом. Если вы такой методикой не пользовались, лучше потренируйтесь и сделайте так. Один пучочек закрепите, второй пучочек, третий и четвертый. Чуть поменьше. Но если вы уже овладели этой техникой, то можно сделать вот так. Я на точку, где мы остановились ниткой, подвожу ту часть, которую я буду крепить. Держу сверху, поднимая нить вверх. И видите, завожу прямо на мех. Теперь я беру, аккуратненько подхватываю. У меня мех получается соединен без натяжения. Покажу. Как вы увидите здесь, у меня получается, вот снизу нет меха. Но зато сверху у меня хорошая вот такая вышла кисточка. Что нам нужно сделать? Я беру теперь, аккуратно, можно протянуть вот так ниткой и рассредоточить весь мех. Ну, учитывая то, что нам торопиться некуда, я беру вот так ноготочком и начинаю свой мех весь распределять по ампулке. Равномерно, никуда оно не убегает и везде достаточно его равномерно получается. Так как мы с вами пучок закрепили достаточно равномерно. Все, вот у меня вышла вот такая вот кисточка симпатичная. Теперь аккуратно ничего не нарушаем с вами. Берем клей. Для того, чтобы не было вот больших вот таких бугров, я наношу на нить. Капаю слегка вот на мой мех. Желательно его, конечно, срезать под место самого крепления, но так как мех этот очень-очень тонкий, как вы видите, практически он не оставляет такого уж большого бугра. Сделали. Все. У нас с вами здесь аккуратненько уже закрепился полностью наш мех. Можно даже клея больше не добавлять, можно добавить это уже, как вам будет удобно. Теперь, я делал всевозможные варианты и с точкой атаки, и без точки атаки. Можно еще из вот такого вот даббинга сделать небольшую опушку, можно примотать перо, можно вообще из даббинга сделать точку, но по моим понятиям она здесь пока не нужна. Что нам нужно? Понадобится вот такое перышко гризли. Значит, что касается перьев. Желательно брать из седла, чтобы оно было мягкое. Если у вас имеется вот такой серии, это уже шляпные перья, они имеют вот такую своеобразную конусность, поэтому так они в народе и называются. Или же, вот у меня имеется из вот таких наборов скальп петушка, но здесь достаточно, ну, крупные и жесткие оборотки не годится для такой мушки. То есть, для окуня желательно использовать перо несколько помягче. Вот приблизительно я оставляю, мне нужно здесь сантиметров 10, этого пера 10-12, отрываю тонкую часть, убираем все перья, которые нам мешали, немножко, еще буквально капельку обязательно, даже меньше я наношу. Пока у нас вверх-вниз, здесь без разницы, мы еще мушку с вами не сформировали, поэтому трубку можно крутить так, как вам будет удобно. И креплю здесь перышко, так, как мне удобно. Это можно прихватить по всей трубочке потом перья. Годится. Возвращаем нитку обратно. И теперь здесь я буду крепить, у меня имеется разные вот такие, которые были из упаковок, будем говорить так, полиэтиленовая блестящая фольга. ну, учитывая то, что мы будем делать своего рода стример-провокатор, я возьму красную вот такую же пленку, это тоже все из новогодних украшений, которые у нас после нового года просто выбрасываются. Слегка вот так под уголок обрезаю, для того, чтобы потом можно было аккуратно все это без излома закрепить. Закрепили. Значит, что касается проволоки, я проволоку не ставлю для того, чтобы потом перо, а делаю немножко под себя совсем другой конструкции, то есть, с помощью клея перо достаточно держится. Если вы привыкли подматывать перо, пожалуйста, без проблем можно и перо потом промотать для крепости проволокой или леской, как вам будет удобно. Значит, теперь, чтобы мне здесь ничего не мешало, я беру, делаю здесь завершающий узел, не ставлю я отвод для нитки, а просто ее вот так оставляю. Теперь обязательно старайтесь проконтролировать количество клея, то есть, много его здесь не должно быть. Аккуратно, ровным, тонким, тонким слоем необходимо нанести на трубку, так как я на клей обязательно сажу нашу фольгу. Это гарантированно нам позволяет очень-очень долго использовать. Значит, можно использовать ротори, включить и крутить так, как нам будет удобно. Ну, я уже привык здесь пользоваться руками, поэтому я это все сделаю рукой. Следим за тем, чтобы мы не утащили наш мех, сделали один оборот, обязательно слегка вот в натяжечку, ну, так, чтобы не порвать. Сделали и дальше просто уже с небольшим вот таким вот нахлестом обязательно подтягиваем нашу пленку. и вот теперь почему я вам говорил, что мы здесь не приматывали ничего, оставили, доводим до того места, где у нас была трубка и я подвожу, теперь уже буду окончательно крепить свой люрекс, так как он короткий, я воспользуюсь передержателем для удобства. Поднял вверх с небольшим вот таким просто перекинул для того, чтобы хотя бы немножечко под весом катушки мы могли подхватить один раз наш люрекс и отпускаю. Он уже никуда у меня не денется, вот этого одного раза вполне достаточно. Теперь я здесь стараюсь, чтобы не было скомканности материала. Пару раз закрепил, больше не нужно. Обязательно оставляем вот здесь свободный край порядка 2-3 миллиметров. Потом в процессе вы уже все сами увидите для чего. Перо не доматываем до вот где у меня нитка остановилась. Вот здесь мы будем крепить все материалы. Чтобы не выделялось по цвету, я обычно беру как всегда маркер и слегка подкрашу свою нить. Можете взять, поменять, поставить нитку цвет. Почему я не крепил проволоку, чтобы не загромождать. Я теперь беру как можно тоньше, потому что останутся потом белые следы. Наношу клей снизу и сверху. Это удержит перо наше от наших зуб хищника. Теперь переворачиваю просто в плоскость как мне удобно и начинаю выполнять вот такую вот обмотку соблюдая какой-то определенный шаг, ну 5 миллиметров или сколько это уже вы определитесь. дохожу до места, где мне нужно уже закрепить и делаю один оборот даже несмотря на то, что здесь у меня пуховая часть пера. Закрепили. для удобства можно даже бородки переувлажнить. Все. Теперь я удаляю вот эту часть можно бокорезами, можно как вам удобно. Увлажнив пальцы, я увожу бородки назад и уже здесь окончательно проматываю пару-тройку раз. Достаточно. Все. Вот такой лохматости нашего пера будет вполне достаточно. Лишнее убрали. Вот теперь самое главное. Мы должны теперь уже с вами окончательно у нас будет верх, будет низ у нашей мушки. Поэтому я ручку на тисках ставлю вниз. Это у меня ориентир или винт, который крепит мою иглу на приспособление сверху. Еще раз посмотрим, как у нас здесь хвостик. Все меня устраивает. Очень удобно. Достаточно хорошая длина. Ничего не мешает. Видно как раз полностью все габариты моей мушки. очень хорошо продумана конструкция. Гораздо удобнее, чем на несколько той большей. Та более универсальная. Хотя и здесь тоже можно спокойно насверлить еще дополнительно под себя столько отверстий, сколько вы уже сами захотите поставить туда иголок, даже самых тонких. То есть площадка сама это позволяет. Так, теперь допустим, как всегда я беру или же на крыло у меня имеется песец определенной длины. Вот я подбираю его, смотрю, достаточно будет. Крыло я всегда или же до трубки, чтобы доходило, или на всю длину. Но учитывая то, что хвостик у нас достаточно пышный, поэтому я где-то так, чтобы крыло доходило до середины моей хвостика от мушки. Беру вот пучочек, прикидываю. Да, вполне достаточно, но он чересчур жирный. Значит, приблизительно, чтобы вам было понятно. Можно, конечно, и сильно ее перегрузить. Здесь я перекрутил, то есть видно, какая толщина примерно должна быть меха. отрезаем. Можно здесь, вот в этом элементе добавить для большей привлекленности. Можно в хвост, можно в крыло, а можно и вообще не добавлять люрекс, поэтому здесь важно, чтобы мушку не перезагрузить блестящими всеми делами. Я винтом поджимаю тиски, то есть я их уже для себя законтрил, для того, чтобы мне более аккуратно можно было удобнее вязать. Аккуратно, вот чтобы была ровная такая кромка, прикидываем ее, вполне меня устраивает. Что я делаю? Беру небольшую капельку клея, буквально точка на том месте, где я буду крепить свое крыло. И остатки клея я вот так вот буквально промазываю вот эту кисточку. Это будет гарантировано для нас, чтобы наш мех никуда уже не выдергался. Приложили, аккуратненько, притяжной петлей к пальцам вниз подняли, опустили, подхватили, вот так. И один оборот для того, чтобы мы посмотрели, как у нас лег наш хвостик одеться. Вот он должен у нас быть слегка вот такой кисточкой, для того, чтобы была хорошая, не надо его делать пушистым, это желательно для того, чтобы была хорошая аэродинамика. Теперь обратите внимание, вот я здесь оставил, здесь даже нет двух миллиметров. Обычно по всем правилам положено это все потом, когда клей мы немножечко капнем, чтобы это все срезать, чтобы не было явно выраженной ступеньки. Я это не делаю, потому что мы будем делать головку с глазками, поэтому вот эта величина меня вполне устраивает. Опять я наношу немножечко клея, но пока ничего я не закрепляю на нить. Мех до конца этот не проматываю. Вот мы прошлись здесь годится. Теперь мне нужно изготовить верхнее крыло. Для этого у меня также имеется разный мех песца. Если у вас нет, можно использовать тот же, который у вас был белый мех по длине подходящий, и его можно потом спокойно будет подкрасить. Также вот я теперь примеряю его всю длину, меня почти устраивает. Убираем лишнее. по количеству меха здесь мы уже берем меньше, чем белого. Вот приблизительно вполне достаточно меня устраивает. Значит, его крылу как таковое крыло. Можно изготавливать скудным вот таким, как у меня, или средним. Это все зависит от того, какая будет ваша проводка, и в каких условиях вы будете рыбачить. Я слегка увлажнил мех, чтобы мне было хорошо видно, чтобы он не топоршился. Получилась вот такая неровность. Обязательно мы ее теперь собираем вместе, если имеется подшерсток. Ну, у моего этого меха практически здесь нет, поэтому я знаю и подрезаю его. Теперь ничего не промазываем, не клеем. Кладем обязательно сверху, вот так же, как мы положили белый мех, притяжной петлей, так же, как и белый мех. Один раз подхватили. Вот должна у вас выйти вот такая конструкция. теперь теперь что я делаю. Мне необходимо вот так немножечко этот мех рассредоточить вокруг белого. Я ноготком аккуратно вот так его распределяю. Он должен у меня от середины трубки и до следующей середины. теперь чтобы не было нагромождения и скученности у нас здесь материалов буквально пару раз промотали, подхватили, поджали вот весь наш мех, который мы еще не подматывали. У нас вышла с вами вот такая симпатичная конструкция. хорошо огибает слева и справа. Теперь я беру люрекс плоский голографический. Ну вы можете подобрать для себя любой кроме крученого. Крученый люрекс очень сильно потом перепутается у вас с мехом и будет доставлять вам массу неудобств. Хотя можно ставить. Вымеряю длину люрекса чуть больше длины нашего крыла здесь уже как вы видите здесь не обязательно нам попадать мы ниточку вот так с вами подтянули пока я нитку не закрашиваю я потом буду делать головку и все это мы с вами закроем. Один пучочек слегка как бы от центра левее и перелом его в замке то есть 4 пряди мне будет вполне достаточно для привлекательности удаляем чтобы не мешал увлажним все убираем весь материал и теперь приступаем к формированию головки значит здесь можно изготовить ее красной что я и планирую можно черное оранжевое можно нитку поменять как вам будет удобно значит я беру теперь чтобы мне не мучиться каждый раз менять я буду подкрашивать и теперь начинаем формировать головку здесь я бы не сказал что нам нужно много процесс немножко будет длинный поэтому я сделаю паузу приблизительно вот такая у меня получилась головка значит сильно я не старался потому что я это все потом буду вскрывать лаком теперь дорогие мои друзья что здесь важно убираем весь материал который нам может немножко мешать внешне вот вы видите она у нас вот такой конструкции должна быть что мы делаем я как уже показывал вам своих фильмах я изготавливаю глазки из пайеток всевозможного диаметра сам поэтому я беру свои же изготовленные глазки нам понадобится клей обязательно здесь необходимо чтобы вы соблюдали аккуратность от этого зависит очень много ставим в положении которое нам должно быть удобно капельку клея сильно не усердствуем перевернули на 180 градусов и такую же желательно капельку клея в то же место симметрично поставить я ставлю так чтобы немножечко касаться меха и пера это гарантировать будет дополнительно еще крепость того как наши глазки будут сидеть ну а теперь самый ответственный момент буквально аккуратно аккуратно чтобы ваши шалудивые ручки не влезли в клей придавили приблизительно должно выйти вот так и с другой стороны пока наш гелевый клей позволяет поэтому мы для начала рассредоточим поставим а теперь будем их подравнивать под себя ближе выше дальше это уже как нам будет удобно вот должна выйти приблизительно вот такая вот такая конструкция как вы видите все меня вполне устраивает больше мне ничего не нужно сделаем небольшую теперь паузу нам нужно подождать пока клей наш схватится для того чтобы мы могли дальше продолжить уже изготавливать мушку наши глазки приклеились я снял с иглы что мы дальше должны с вами сделать аккуратно увлажнив пальцы убираем весь мех перо все что вот у нас есть на нашей на нашем стримере беру зажигалку не турбо и почему это делаю сейчас потому что потом может гореть пластмасса и все остальное которое мы будем вскрывать нашу головку не краем а вот буквально серединой нашего и оставили чтобы можно аккуратненько вот вы увидите у меня вышел вот такой красивый аккуратный круглый носик если по каким-либо причинам у вас вот отверстие стало там тоньше или толще его всегда можно будет подогреть и опять сделать как вам нужно значит что я еще здесь сделаю чтобы потом уже не возвращаться я беру обыкновенную капельницу которая вот остается всегда у меня в работе значит здесь толщина как раз ее подходит чтобы можно было аккуратненько одеть на нашу мушку убираем все наше вот так вот перо слегка увлажняю трубку для того чтобы аккуратно можно было одеть до упора вот так вот вставил мне нужно будет приблизительно ну вот я буду использовать разные крючки там тройники еще что-нибудь учитывая то что я делаю это заказы в данный момент для магазина джексон я использовал вот такие такие крючки как для оригинала можно использовать и вот такие всевозможные тройники любой крючок можно будет ставить мы сейчас с вами это все разберемся вот я прикидываю какой мне примерно длины вот так будет мне вполне достаточно ровно где-то приблизительно почти чуть больше сантиметра я беру аккуратненько и откусываю все пока наша мушка будет изготавливаться я как вам и говорил для того чтобы вы уже имели представление потому что многие у меня неоднократно спрашивают как это делается вот приблизительно вот так это уже будет готовый наш стример ну мех я не буду сейчас убирать потому что он у меня немножко закошлатится хотя можно сейчас его будут убрать и показать как он будет у нас в действии вот обыкновенный ставится крючок и сейчас мы возьмем специально для лучшей наглядности я обычно всегда использую поводки так как щука как это делается вставляется продевается через трубочку продевается леска поводок привязывается наш крючок и потом вся конструкция вот так вот подтягивается и у нас получается мы рыбачим на одном и том же стримере меняя всевозможные крючки принцип понятен вот так у нас выглядит уже будет выглядеть готовый стример продолжаем дальше опять я все аккуратно увлажнил чтобы мне не мешало и обратно одеваю на свою трубку здесь здесь уже не совсем обязательно чтобы она впритык была все что нужно мы уже с вами сделали вот подровняем неровности годится теперь я для того чтобы изготовить уже окончательно саму головку очень много как вы видите уйдет лака закрывать все вот эти вот пространства поэтому можно даже нужно использовать абоксидный клей пятиминутку но учитывая то что у меня здесь по времени я должен делать это для вас быстро поэтому я буду использовать как всегда я показываю это вот клей для вейдерсов берем сколько нам нужно это ультрафиолетовый клей который очень хорошо себя зарекомендовал не только для поклейки вейдерсов но и для изготовления всевозможных мушек конечно удовольствие дорогое но скажу честно это необходимо сделать количество клея контролируйте потому что лишнего нежелательно чтобы было очень удобно очень хорошо мне нравится так под своим центробежным весом он распределился еще возьмем сделаем чистой иглу распределим еще раз но я обычно после того когда вот клей этот у меня заполнил все я потом еще вскрываю немножечко лаком на глазки я не добавляю потому что мне этого вполне достаточно вот если заметно вот такого количества вполне достаточно теперь приступаем к полимеризации так как он ультрафиолетовый необходимо иметь специальный фонарик я уже об этих фонариках рассказывал очень много у меня есть его такой профессиональный из числа очень дорогих как вы видите работает есть гораздо мощнее тоже из вот таких вот профессиональных я буду рассказывать и в то же время пусть оно будет делаться будет у нас получается так что мы можем все это заменить продается китайская такая указка там лазер обыкновенный фонарик и вот такой же ультрафиолетовый который для проверки валюты это все в одном и том же у нас наборе то есть он фиолетовый и вполне его достаточно для того чтобы наш с вами клей полимеризовался теперь для большей надежности обычно вот этого вполне достаточно 5-10 сколько там у вас будет получаться проверим все он уже не берется у нас убираем у меня имеется специально для этих целей вот лак red красный хендесовский можно прозрачным если у вас нет другого и теперь я аккуратненько все место там где у меня был лак я это все вскрою красным моим лаком вот снизу сверху необходимо подождать понятное дело определенное количество времени чтобы наш лак затвердел но в принципе тамушка уже у нас стример наш готов к работе это то что просил меня Олег ремес пожалуйста дешево сердито а то мне был упрек что опять не видно фильмов из мушки из подушки поэтому все готово как вы видите быстро без лишних затрат все можно это заменить на искусственный мех величину можно делать любую практически любую под любые крючки трубки я использую как и от ампулки обычной шариковой гелевой ручки от чупа чупсов от чего угодно но не коктейльные трубочки они очень слабые вот и все друзья мои как говорится очередной стримерок на трубках у нас готов благодарю вас за внимание до скорых встреч встречи до скорых до скорых Продолжение следует...